Друзья, наша с вами реальность вполне управляема. Она управляема, когда управляют погодой, когда управляют мыслями человеческими, когда управляют волнами океанскими. Это всё творение рук человеческих. Это не Господь Бог, это только человек. Ну вот такой он человек, непоседа, которому везде всё нужно, и которому нужно залезть в любую бочку диагена, чтобы оттуда вещать или совершать поджоги лесов в Австралии, допустим. Это всё человеческих рук дело. Так вот Африку накрыли метели, ошалевшие жирафы и слоны бродят по сугробам и едят снег. Такое необычное явление, как снегопад, накрыло Африку. Конечно, для животных это неожиданное явление. Им, конечно, нравится. Они пока не знают, но они замерзают. Насколько они замерзают, насколько холодно. Снег сам по себе, он даёт немножко холод, но не такой, как если бы наступили морозы. Поэтому просто снег не принесёт больших неприятностей для животного мира Африки. Жирафы и слоны, конечно, они привыкли к жаркому климату. И когда они увидели холодный снег, то прибалдели чуток, не понимая, что же творится на белом свете. Они удивлённо смотрели вокруг, как описывают свидетели, и начали ей снег. Потому что для них это попробовать на язык, а что же это такое. Но и Москву не обошло чудо. 5 января 2020 года в Москве, столице нашей родины, на горизонте образовались сразу два светила, два солнца. Кто-то посмеялся над москвичами. Наверное, откуда два солнца на горизонте московского неба. Нет, конечно, можно сказать, что это галлоэффект, можно ещё это что-то сказать, но это явно светило. Явно второе светило на небе. Или кто-то ошибся. Я же вам говорю, что это всё дело рук человеческих. Кто-то ошибся, не ту кнопочку в компьютере нажал, и светило одно, пришло в апартаменты другого. Там, где светит другое солнце, не успели они убрать одно солнце. Но вот не сложились часы, по которым движутся наши светила, на нашем небосклоне, небосводе. И вот как пишут, что редкое атмосферное явление можно было наблюдать в Москве. 5 января сразу два солнца появились над горизонтом в последние минуты перед закатом. Этот эффект ложного солнца называется паргелий. Он возникает из-за преломления солнечного света в кристаллы льда, парящих в атмосфере. Но вот что ты будешь делать? А сколько у нас этих возможностей парящего льда в атмосфере? А в Москве вроде тепло, но однако же всё равно лёд, парящий в атмосфере, дал такой эффект. А другие дни он не давал. Если бы это было так, если бы этот паргелий был действительно паргелием, то это бы наблюдалось часто довольно-таки. Потому что в небе вода, и кристаллы, конечно, холодные. Но чтобы вот так отразить целое светило, это нужно быть паргелием. Какого ранга, друзья? Чтобы два светила. Посмеяться над Москвой и ввести второе светило. И ещё про одно явление хочу вам рассказать. Это так называемые облака-рулоны. Их большое количество. И стали они появляться очень давно. Не сегодня. И насколько я помню, мне кажется, с 2010 года точно они появились в Крыму, а то и с 2008 года. То есть это не новое явление. Но их стало так много. И они действительно очень странного вида, что люди обращают на это внимание и не поймут, зачем они здесь. Вот на данном снимке я вам показываю облако-рулон в Татьягае, США 29 декабря 2019 года. То есть это прямо перед самым Новым годом. Такое облако появилось. Их много, этих облаков. А для чего они служат, друзья? Кто их выдумал? И что это за облака-рулоны такие длинные, какие-то змеи в небе у нас с вами из облаков? Я скажу вам, может быть, новость, о которой вы никак не предполагаете. Можете посмеяться, можете возразить, можете дать свою версию. Но мое мнение такое, что это облака, которые переносят воду. Воду закачивают в одном месте. Азовское море закачали. Волгу закачали в эти облака-рулоны и перенесли в Арктику. Там, где у нас президент, страны и другие наши высокопоставленные чины построили себе укромное местечко на случай, когда случится катаклизм на земле. У них там свой город, своя страна вновь построенная. И им там нужна вода, вероятно. И они таким образом себе туда. Ведь куда-то же дерево из всей тайги сибирской отправляется. Нам говорят, что это китайцы, что они делают мебель, продают или вообще торгуют на рынке. Друзья, такое количество никто не сможет сожрать этого дерева, древесины. Это невозможно. А в одном из своих роликов я говорила о том, что дерево уходит в Арктику. Именно туда, где начали строить новые города, новые государства-поселения. Это в Арктике. И точно так же запасы войды. Все будут изыматься отсюда, с земли. Это для того, чтобы земля осталась без запасов пресной воды. Чтобы потом еще больше, еще сильнее руководить теми самыми движениями народных масс. Или же готовится катаклизм. Но катаклизм – это волна цунами, которую могут поднять над нашей землей и прокатить. Тогда все будет в соли. И поэтому сейчас изымают эту воду. Но явно ведь уходит куда-то, да, пресная вода. Она уходит из одной реки, из другой реки. Все озера опустошаются, моря опустошаются. Куда уходит вода? Зачем и кому нужна вода? Ну, в основном пресная. Вот она и уходит. А как ее передвигать? Как ее переносить? Вот в этих облаках, рулонов. Это же трубы. Закачали в эту трубу? Для вас она, да, она состоит из облака. Это для вас. На самом деле, что представляет из себя эта громадная труба, мы не знаем. Но это труба. Это не облако, это труба. А для людей, да, она смотрится в виде облака. Нормальное облако, да. Вы скажете, вон на горизонте, их так много уже, вы привыкли к этому. А если бы вы их никогда не видели, таких облаков, то вы бы и не говорили, что это нормальное явление. Это ненормальное явление, те самые облака. Перевозить воду, перекачивать другим способом, подземным, тоже невозможно. Ну, просто невозможно. Это довольно-таки трудоемкое дело. А вот перекачивать воду через эти облака трубы, это вполне нормальное явление и вполне-таки по плечу человеческому разуму, который изгаляется и защряется над нами с вами. Потому что везде у нас с вами в этом году будет стоять Джокер, который будет смеяться над вами, над тем, над тем, что будет на нашей с вами земле в течение этого года. И вы будете очень-очень удивлены, что же нам готовит этот год. А вы в небе увидите много событий, о которых я говорю в своем предсказании на 2020 год. Посмотрите, пожалуйста, и сообщите, что вы думаете. Может быть, у вас свои есть мысли на эту тему, но иллюминации в небесах будет большое количество. Но пока небеса используются для перекачки воды, для перекачки пресной воды. Человечество лишают воды, но человек этого не замечает. Там кто-то трудится за вас наверху, и там наверху они трудятся, они забирают воду из нашей земли, явно готовят место в каком-то другом месте, в другой земле, где они будут жить. Эта земля, видимо, недолго еще будет служить землей для цивилизации людей. Я Таня Карацуба, Сиитбурхан. Эту тему продолжу, а вы подскажите, что вам интересно именно в этой теме. Она интересна, видите, я сыграла сразу на трех нотах этой данной темы. Я Таня Карацуба, Сиитбурхан. Сиитбурхан. Субтитры создавал DimaTorzok